От недавнего времени мне было показано Господом нашим и Иисусом Христом то, в каком плачевнейшем, катастрофически ужаснейшем состоянии находится сегодняшнее христианство. Но я никогда не думал, что все настолько плохо, что все настолько запущено. Почти каждый так называемый верующий человек на пути в ад. Люди настолько слепые и настолько обмануты, что они сами даже не замечают, что они живут в обмане, во лжи. Они верят всем, кому попало. Если человек с помощью психологии процитирует им Библию, они верят ему и попадают в рабство к этому человеку. Есть люди, которые комментируют мои проповеди, они оставляют вот такие вот огромные комментарии с местами из Писаний, с помощью психологии. И люди даже, которые, казалось бы, хотят стать истинными чадами Божьими, которые, может быть, думают, что они серьезные, попадают в эти ловушки, попадают на эту удочку дьявола. А разве вы не знали, что есть специальные службы, которые обучают профессионалов, которые знают так Библию, с помощью психологии они могут так ее процитировать, что вы никогда не отличите их от верующих людей, если вы не слышите голос Духа Святого. Они знают историю настоящих чад Божьих, и они инсценируют их жизни. Они подстраиваются под этих людей, чтобы обмануть как можно больше людей, которые бы хотели стать верующими. Разве вы не знали этого? Так почему же вы верите этим людям, этим обманщикам? Неужели Господь запретил вам молиться и спрашивать о том или ином человеке, от Бога ли он? Господь хочет, чтобы мы спрашивали все у Него. Неужели так трудно прийти и сказать Господи, я не хочу попасть в очередную ловушку, я не хочу опять попасть в рабство какому-то человеку, покажи мне. Наставь меня на всякую истину, от Бога ли это человек, ты ли послал его, или это обманщик. Дух Святой пришел наставить нас на всякую истину. Он хочет показать тебе истину, Он хочет открыть тебе глаза. Почему ты не молишься об этом? Почему ты не спрашиваешься у Него? Есть люди, которые богохульствуют, они говорят, Иисус Христос, Господь Бог, Который сотворил небо и землю, и все, что наполняет их, это мой брат. Это богохульство. Это большинство, подавляющее большинство обманутых верующих считают, что Господь Бог это их брат. Когда они предстанут пред тем, от лица которого бегут горы, когда ты будешь как микроб в его глазах, когда тебе захочется раствориться от одного его взгляда, ты никогда не сможешь сказать ему, что ты мой брат. Тебе захочется за то, что ты на земле думал, что он твой брат, ты будешь умолять его, чтобы он отправил тебя в ад, только от его одного взгляда. Богохульники царства Божьего не наследуют. Нужно покаяться сегодняшнему христианству, нужно покаяться особенно церковным христианам, особенно, которые обмануты этими людьми, которые с помощью психологии используют Библию и завладевают умами людей, которые потом в паническом страхе боятся покинуть свои церкви, потому что они рабы, потому что их разум пленен, захвачен в плен этими обманщиками. И они не свободны, они рабы своих церквей и своих пасторов, потому что они не знают Господа, потому что они никогда не повстречались с Ним, потому что они не знают Его. Познайте Господа, найдите Его, все спрашивайте у Него. Если вы не будете строить своих отношений с Иисусом Христом, если вы не будете слышать голос Духа Святого, вы будете попадать в эти ловушки, вы будете попадать в эти сети и вас отправят в ад. Не будьте глупцами, взащите Господа и следуйте за Ним, слыша Его голос и исполняя Его волю. Да благословит вас Господь наш Иисус.